Девушки отдыхают Зацени, здесь реальные пацаны За моральное здоровье нации Так мы и живем Началось это 10 лет назад Все просто захлебываясь слюной от восторга Смотрели реальных пацанов на ТНТ Запивали это водкой каждый день И заедали маринованными шампиньончиками Никто не собирался останавливаться Вот и заполонили подобные люди нашу страну С каждым годом их было все больше Пока не случилась катастрофа Мы называем их щелкунами А я бы и не вылезал из нашей берлоги Да вот кажется теперь мой братец младшеинфицирован Надо бы его в общину, где нормальные люди Или типа того А то вести себя странно стал На дурачка походить Да так-то прикиньте Колян в новом сезоне борцом ММА стал Во Я конечно не подстрекаю Но мне кажется он стал Одним из них Это Приветствую Чудо случилось в четверг Люди из правительства передали Что они на вертолетах осмотрят каждое муниципальное здание И заберут выживших За нами прилетят в 14.00 Так что ждем Ну а тем временем Сука Как я ненавижу реальных пацанов Когда этот сериал вышел я еще учился в школе Увидел рекламу с этими гопно-харчками И уже тогда Уже тогда Первая мысль которая у меня промелькнула в голове Это станет хитом И я был прав Уже пару недель спустя По всей школе эхом разносились песенки из сериала Многие цитировали героев И всю Россию очаровала история О простом гопничке Коляне С условным сроком и несколькими приводами в милицию За которым ходит съемочная группа И мы наблюдаем умопомрачительные истории Как Колян в Перми с друганами Живет по понятиям И все на фоне аутентичной Перми Под песню На сука на сука Все такое наше Родное Святое За моральное здоровье нации Ёпта А сильно ли вы удивитесь Если я скажу что сериал все еще выходит Первая серия вышла осенью 2010 года И реальные пацаны до сих пор идут С завидной регулярностью Десять лет Чего там только не произошло Свадьба, разводы, переезд в Москву Колян становился депутатом Сериал уже еле-еле подает признаки жизни Как в свое время было с универом Но в отличие от сорокалетних дядек кадрящих телочек Тут они пытаются играться с подтемами Например в новом сезоне Коляну нужно выйти на ринг Битва за наследство И пока мы ждем спасения Давайте посмотрим Куда уж деваться реальные пацаны Итак, сериал запузырился Прошлый сезон закончился весьма трагично Родители Леры, жены Коляна Погибли во время кругосветного круиза И суровый батек Иваныч Оставляет Коляну нехилое наследство Весь колорит и уровень юмора С распростертыми объятиями Встречает нас прямо с порога Все мое имущество Я завещаю Наумову Николаю Александровичу Твою мать Извините Ну-ка давай еще 420 миллионов долларов Твою мать Ебать, нифига, блядь Наха, обосраться Я просто из пензы, блядь Простите Мне кажется так-то раздраженный Данька какой-то Не, ну а еще глаза пузырить Если не нравится, а? Фу Замес действительно прекрасный Коляну завещает 420 миллионов долларов При условии, что он примет участие в турнире ММА Что? Однако вступить в право наследования Может только при условии завоевания им Чемпионского пояса по смешанным единоборствам ММА Ну пацаны же любят драки ММА Вот же просто взяли с потолка С какого бодуна это придумывали? Ну а Колян же у нас драчун тот еще И конечно начнется битва за наследство Папа, я есть хочу Так папа для того и старается, что было, что поесть Терпи Он, смотри, сеструха терпит И нормально Папа терпит И ты потерпишь Мы просто голодные, бедные дети Проживающие в километровом доме Папа, я очень проголодался, пока бежал со своей мраморной лестницей Да, у Коляны уже двое детей Ни дворов, ни закоулка в Перми, ни жизнь по понятиям Живем в особняке Новый сезон сериала уже на старте Выглядит бледной копией самого себя Но вот что неизменно, так это Не, ну, так-то конечно правильно Деньги надо уметь заработать Слышите, что-то бухтит Нет, это не Бонг Это Колян Николай Наумов окончательно завяз в своем образе За 10 лет нормально играть так и не научился У тебя уже мешки под глазами А мы все ходим с тупой рожей, выдавливая из себя Блин, ну так-то вообще как-то не по понятиям Гопник однажды, гопник навсегда Тебе 38 лет 30 Произошел инсульт жопы Это ни капли не лучше того же универа Где 40-летние дядьки все играли в четких студентов кадрящих телочек Все, давай я на секс опаздываю Ну всему же уже есть предел Мам, ну я тоже помыть хочу Только вот не знаю как Мам, мам, ну ты чего? Играешь ты хуёво А тем временем Ознобихин с Базановым Все по-прежнему чудят Один уже седой, у второго уже дети Но ох уж этот растяпа Базанов Вечно что-то учудит Так может это не из-за чайника У нас все равно проводка старая Тем временем Лера в глубокой депрессии Родители же умерли Я до пацанов сгоняю Надо еще бой обсудить Че, ну как? Лерка так и лежит с вами днями Да Именно поэтому я иду тучить с пацанами Лерка, ну зацеловал бы Фу Так-то я чуть не подскользнулся Кстати, вот кто реально молодец Так это Антоха Актер ушел из сериала Потому что понял, что перерос эти приколы в автомойке За что ему респект А друган Коляна Эдик, которого жизнь нормально так потрепала Идет работать коллектором Патриотично-то как? Попробуйте, скажите что-нибудь Слишь ты и деньги давай Где-то в Перми Тихо, ты же своих реальных пацанов Реальных щенкунов привлекаешь Отвлеки себя чем-нибудь Спасибо Ни хрена не видно Вот и думай, чужое это или Один из нас Что? Егор, помоги На меня напали Так на меня ведь тоже напали В игрушке-то новой Я тебе взял консоль Да какая разница-то Когда Ласт оф Аз вторая вышла Одна из самых ожидаемых игр так-то Уже вышла А ну, помоги мне Я тебе на хлопучу дать поиграть Представляешь, Данька Девочка-то, Элли Из первой части Подросла Девятнадцать ей уже Я за нее теперь играю А мир все более диким становится Прям как у нас Я тут и с зараженными И с культистами С брендившими Сражаюсь А графика Графика-то как улучшилась За эти годы Глаз не оторвать Да обернись ты Да некогда мне оборачиваться-то Я стелс-уровень прохожу Еще заметят Зря что ли студия эта Зарубежная на IT-док Так старалась Над историей Графикой Нарядом визуальным Да пошел ты на На PlayStation это все Эксклюзивно А какую PlayStation Четвертую Он мне сейчас Ухо Откусит Говорю же От жизни не отличишь Черт с тобой Хорошо что узнать больше подробностей И поиграть в Last of Us Мы можем по ссылке в описании Одни из нас часть вторая С 19 июня в продаже Вот Чтоб и завтра бабки были Понял Не тут и конец Блин Эдюк ты такой мужественный Даже походка поменялась Знаете Не сочтите меня занудой Но сам факт коллекторства в России Это ужас Я не считаю Правомерно прикольном случае Когда по квартирам ходят грозные дяди Выбивают из должников бабки угрозами и насилием Но это же все не важно Когда реальные пацаны И так все забавно романтизируют У Эдюк аж походка поменялась Это все так мило Какой вам пояс? Лужи старый для такого Че какой старый то? Да Ты старый для такого Старый Я так Ты вообще Перворазрядник по самбо Да это вызов Не ну че Давайте проверим что ли Да Че фулл контакт Только по яйцам Твою мать коля Ну измени хотя бы чуть-чуть эмоции Ну хотя бы глаза пошире Ну хоть что-нибудь Ну а че Я кстати в школе карате занимался там Да Ну че как у тебя Лерка? Да никак Депрессует Блин я просто поражаю степенью Пофигизма Коляна Жена там в глубокой заднице За депрессией Ты так то ничего потерпит Говорит Колян Заедая это шавуха И запивая пивасом А как же все романтично В первых сериях то было Ух Лерка Люблю блять не могу Вот Ну я думаю создатели понимают Что все таки нужно Чему-то учить своих зрителей А у меня вот бабка умерла И вообще нисколько не жалко Я за ней два года ухаживала А на хату на брательнике переписала А ты че бабушку за хату любил? Ммм Так вкусненько шаверал Че? И что? Мы сейчас должны поймать философию или... Что? Это что же получается то? Нельзя за одну хату любить что ли? Заболчи пожалуйста Что-то они опаздывают Собственно да По итогу Коляну отвесили Играет А компьютер есть у тебя? Нет Вот что вы за люди а? Мир развивается Энциклопедию российскую для вас запустили Суверенный интернет А вы? Честь Ну Колян просто нулина Поздравляю Ты достиг просветления Теперь еще меньше можно орудовать лицом Это рекорд А я напоминаю Что где-то там у тебя жена помирает от депрессии Потому что у нее Родители Умерли Ну хоть Зоя Бербер-Солнышко и Мария Федун-Киф отлично комедию разыгрывает Жаль что на этом далеко не уедешь И выпила И поплакала Уже как-то Что-то налаживается Лерка там уже нажралась Драбадан А Колян с детьми выжигает ей нервы на полную Вик это папа Я что-то не понимаю А папочка живой что ли? Да мам Это я отправил А тем временем от парочки друганов свои пируэты Валюха хочет застраховать Вавана А он разумеется против А ты что меня живого-то хоронишь? Я тебе что Саня из соседнего в Сирии воюю Сашка в Африке вообще-то Ну а Сирия что не в Африке? А сейчас краткие уроки левитации от Вавана Шикал, что у нас с дверью-то? Не благодарите Далее Колян идет вышибать бабки из должников Здрасте, я Ваваныч О, бедная салфеточка Скажи что-нибудь Ой, какой молодец А то шамба не смог А какой Колян ты сегодня? Вот про эталонную бухгалтерию Я свои слова назад забираю Аааа, интервью То есть мы все еще в мокьюментере играем Типа операторы в подвал пробрались И снимают по-тихому похищение К дологе уже 10 лет за Коляном ходит Ну хорошо иметь ручного оператора Так-то, прям как у нас Да так-то повезло нам с оператором Серегу у нас парень хоть куда Ходит все за нами Ждет когда ему ТНТшники позвонят Чтобы отпуск пора А то 10 лет уже гоняет Ну Думал про свои сильные стороны Все, Мак Похоже Аааа Хитрость Поэтому вот Тем временем Леру окончательно посадили на измену Папа жив? Я никому не расскажу Клянусь Ну пожалуйста Ты все, Лера, ты уже допилась У тебя белочка Ну не знаю, над этим как-то неловко даже смеется Или можно Бабочка Уснула вроде бы Пойду положу Ха-ха-ха-ха Тупая сирота Ну Колян не находит лучшего решения Чем сдать Лерку на несколько дней в отрезвитель Блин, насколько же Колян придурок И это наш главный герой Он не может поддержать жену даже на базовом уровне Шляется где попало и занимается херней А я напоминаю, что у нее умерли родители Этот идиот сам же отпустил ее на попойке И сам же закрыл ее с алкашами Коля, поздравляю, у тебя Бебес Баба Как же мне горит задница Тем временем избалованный малец юзает безлимитную карточку деда И очень удачно мы вспомнили о том, что у Коляна ребенок есть Я тебе реально все верну Если хочешь, даже с процентами Слово пацана тебе даю Ладно, тогда позвони ему Если разрешит, то дам Ну мы просто Мишке не говорили, что дедушка с бабушкой Ну того А то еще уедет к Лерке в больничку Интересно, а детская психушка есть вообще? Да ты не любишь Ну ребенка можно так-то и это Обратно в вагину всосать Чтоб ты сдох Соберите меня отсюда Пожалуйста А ведь знаете, это действительно проблема Многие родители ни хрена не умеют нормально воспитывать детей Как с ними общаться и как впервые рассказывать о смерти Ну а Колян тем временем Солу пацана! Нетка психушка! Люблю Россию! Тем временем девка Эдика устраивается работать декильщицей Вам разумеется, это безумно интересно На это порождает уйму феерических шуток Кого такие мальчики? Чужие Проходим, я говорю Настя, давай к нам! О, ну сразу видно, 18-летний сидит А что это у нас за Алан Делон тут сидит? Извините, тут просто прибежище красоты уселось А ну уходи, старая женщина Нам нужна телка! Кстати, уже пошла четвертая серия И у меня есть нескромный вопрос Как там насчет ММА? Алло! Многие серии мы с Егоркой посмотрели Но нормально тренироваться он стал только с десятой серии Мы без конца прерывались то на один бытовой кол, то на другой Доковыляли в итоге до МРТ Вау! Вот это больница, конечно, у нас в России С синим неоном, блин! А можешь меня сфоткать с этой штукой на память, а? Ты что, ты идиот? Я попросил все металлические предметы выложить Мудрость от пацанов Не бери с собой телефонный МРТ-козел Противником Коляна стал дикий мага И, разумеется, Колян уже думает, зря он в это ввязался Братан, ты иди пока погуляй Я хочу с ним... Ну, один на один Ой, это мы тут опять вспомнили о существовании оператора, да? Я сегодня все ходил, думал А кто я такой? А ему вообще насрать Как ты там прячешься, братан? У кого костюмчик подрезал? Или у вас там камера из пятого элемента? Отлично. Да я никто. Это правда. Уж больно Колян хочет доказать, что он хоть куда. Мы же должны хоть как-то продемонстрировать развитие персонажа. Правда, потеряли его в итоге. Но менты-то помогут. Добрый вечер, Игорь Сергеевич. Наумова. Найдется. Не в первый раз. Ох уж эти забавные ментяры. Людей пропавших искать нафиг надо. Деньги отдавай, Илья за седание отвечает. Успокойся, говорю. Я его пальцем не тронул. В полиции разберемся. Еще через юморок фальшивые дела шьют. Но все такое родное. Прям как у нас. Растяпа Базанов даже за жмурико Коляна принял. В морге. У меня так же было, когда морская свинка умерла. И вновь где-то в Перми. Мент-подкидывальщик. Предъявите документы. Пожалуйста. Ну теперь я знаю один способ любопытный. Ведь как там в сериале было? Блин, да где же он? Может в Крыму? Вова, ну в каком, блин, Крыму? Как в каком? В нашем? Крым наш. Крым наш. Но Колян лежал в кумаре с таджиками. Магическим образом он начнулся дома и пора готовиться к бою. Ну сейчас будет заруба. Еще мгновение, сердце падает в пятки, он идет. И не будет. Смотри, ты выиграл. Сейчас ваша жена показывает пояс, который вы получили. Что? То есть мы пропустили весь бой и сразу показываем исход, что Колян победил? Я, конечно, не подстрекаю, но в спортивных драмах вы не очень хорошие. Просто вся интрига в помойку. Ну и да, Колян стал в 199-м списке Форбс, и у него появился свой личный творецкий Альфред. Ну вы знаете, реальные пацаны, слово пацана. И что, давно ты с Иванычем? Что-то я вообще ни разу не видел. Я отговорил его убивать вас, когда вы развелись с Лерой. Выдвинуть вас в депутаты, тоже моя идея. Продолжить. Вы сохраняли ему жизнь, чтобы он мог погибнуть в нужный момент. Вы растили его, как свинью на убой. А я, как твой опекун, получила право на деньги и еду спасать папу с мамой. Вы там что, уже сюжеты Уэя и Арнольда поглядываете? Найду ли я их когда-нибудь? Ну разумеется, драку нам стали показывать кусочками флэшбаками. И разумеется, Колян огребает. Вы знаете, как перевернулся ход поединка? Как все разрешилось? Ни за что не догадаетесь. У тебя проблемы? У меня их нет. Мага не садим удар по мне. И на этом закончим. Что, простите? Мои руты не поднимаются. Победа я тебя убил. Да, мага просто пожалел Коляна. Сказал что-то в духе «Эх, хороший ты парень, не заслуживаешь ты этого». И совершил самослик. Я выпустил зверя. Все, зверь на свободе. Боже мой, один из самых заезженных спортивных комментариев. Невероятно. Твою мать, ну что за бред? Столько рекламы с горе Колянам на афише, будто этот сезон будет посвящен ММА. Столько интриги и все так максимально бездарно слить. Колян весь сезон бил баклуша от безделья и страдал херней. А в итоге его преподобный мага просто пощадил. Колян сделал абсолютное нифига. Настолько он жалкий и бесполезный персонаж. Но сериалы не думают заканчиваться. Мы еще не закрыли арку с родителями Леры. Она там уже стала местной Ларой Крофт и начала готовить операцию по спасению из работорговли. Родители Леры Левсмейтер, как говорится. Ничего не понятно. Ну что, Масленицы, кого жесть сегодня будем? Но все это было коварным планом, чтобы подставить Коляна. Обвинить его в денежных махинациях. Но решил Кольк валить в Европу. Еда и все остальное с меня. А что наше телочек? Ну я без них максимум день-два протянул. Потерпишь? А деньги покажи. Герои наши. Горжусь. О, Колян дашь две секунды актерской игры нам подарил. Последний раз тоже увижу. Как тебе? Круто. Во. Спасибо. Малышечка моя. Капец, как соскучился. Коля, прости. В смысле? За что? Просто эталонная, лицемерная российская семья из говна. В итоге Коляна сажают. Блин, получается в следующем сезоне он из тюрьмы бежать будет? Нет, ну... Они умеют интриговать. Что будет дальше-то с Коляном? Вот знаете, поперло и остановиться уже не можешь. Мы могли бы уже сами дойти до места спасения, но как-то уже насрать. Правительство сказало заберет, значит заберет. Ничего. Потерпим. Знаете, а ведь истина очень проста. Кому выгодно, чтобы народ был насмотренным, образованным и начитанным? Да никому. Мы сами себе создали этот гоп-сетап. А те же ТНТ с завидным упорством это подхватили. И ведь сработало же. Ведь все такое наше, родное. Десять лет у нас уже Колян, герой, романтик. Просто Индиана Джонс от российского телевидения. Идея уже спеклась, сдулась, приелась. Взрослые дядьки и тетки все разыгрывают гопничков с района. А зритель-то все хавает, все смотрит. Второе место в рейтингах по России от канала ТНТ. И ведь интригуют, заразы. И это не собирается заканчиваться. Впереди нас ждут новые реальные пацаны. Побег из тюрьмы. Зонара-то пояснить можем, ёпта. И полнометражный фильм. Реальные пацаны с зомби не за горами. А вот... А вот это... А вот эта вот наша тема так-то позитивная. Жду. Ой, хорошо. Конечно, там коньяк-то Литровый был. Пусть вообще его Филиппа Братна домой везет. Вещник чувствую разбросал. Не, я, конечно, не гуф. Слава богу. Вот такая история так-то. История о том, как Даня стал... Одним из нас... Кто же мог знать, что Эдик реально согласился? Эдик реально согласился. Субтитры сделал DimaTorzok